Начали совещание с разговора о межведомственной комиссии по недропользованию. Хабиров дал слово господину Абдрахманову, который теперь сменил на посту руководителя этой комиссии Азата-солдата Барданова. Мы помним, как господин Барданов изо всех сил носился по золотоносным районам республики Башкортостан, как будто бы наводя там порядок. Собственно, есть подозрение о том, что именно по результатам своей бурной деятельности в этой комиссии Азат Барданов и отъехал на Донбасс заниматься там складским хозяйством. Есть такое предположение, потому что уж больно он там был резв среди этих золотодобытчиков и как-то вот так вот резко туда съехал. Теперь эту межведомственную комиссию возглавляет господин Абдрахманов. Надо отметить, что сама по себе комиссия это, конечно, такое творчество Хабирова, очередная попытка возглавить и взять под контроль какую-то там сферу деятельности в республике. Никогда таких комиссий не было, да и собственной нужды никакой не было. Российское законодательство вполне себе понятным образом регулирует выдачу лицензии и добычу полезных ископаемых местным властям и профильным ведомствам остается эффективно контролировать этот процесс. Ну вот что-то не получается. Как говорил один из моих бывших начальников, начинаем создавать сущности. Вот к такой сущности я отношу вот эту межведомственную комиссию. Ну, так или иначе, господин Абдрахманов взялся доложить, каковы же его успехи в этой сфере. На минувшей неделе он съездил в Училинский район, в том числе он был в деревне Темясово, откуда мне сообщали с тревогой о его прибытии. И, значит, осмотрел он, как там дела идут в Училинском районе, с добычей золота. Почему-то только золото интересует и Барданова, и Абдрахманова в части добычи полезных ископаемых. Тем самым они формируют ложное представление о том, что в недрах республики Башкортостан есть только золото. Ну, вот их интересует только желтый металл. 50% добычи золота сконцентрировано в Училинском районе. Имеется в виду добыча золота в республике Башкортостан. Ну, и, естественно, к этому району очень большой интерес. Азаматов Абдрахманов, тот самый знаменитый шиханский матершинник, доложил о том, что в сфере добычи золота в Училинском районе ужасный беспорядок. Вот что Барданов, что Абдрахманов. Приезжают ужас, ужас какой-то беспорядок. Надо наводить порядок. Сейчас, как говорится, не жалея живота своего, наведем порядок и вот будем прямо добиваться, добиваться. Ну, что ж такое? Барданов наводил, наводил порядок. Не получилось. Абдрахманов теперь наводит порядок. Не получилось. Пять лет прошло, порядка не получается. Но, так или иначе, по словам Абдрахманова, только 14% недропользователей в Училинском районе в полной мере исполняют законодательство Российской Федерации о добыче полезных ископаемых. Но он, как и Барданов в свое время, готов решительно грудью встать на защиту интересов государства, природы и жителей родного Башкортостана. Ну, вот в момент, когда он клялся в этой своей готовности, из кармана Абдрахманова выпало что-то очень тяжелое и грохнуло о пол. Но звукорежиссер и трансляция вовремя отключили звук, и какое-то время Абдрахманов беззвучно шевелил губами, видимо, подбирая вот это тяжелое и выпавшее из кармана, но доподлинно мы этого не знаем. В общем, что можно сказать про эту ситуацию? ВОЗ и ныне там, по крайней мере, по словам Абдрахманова, но очередной приближенный Хабирова, а только очень близким людям Хабиров может доверить контроль над золотом в республике, очередной близкий начинает контролировать и руководить этой отраслью. Ну, посмотрим, как быстро Азамат Абдрахманов по итогам своей работы с золотодобытчиками отъедет куда-нибудь туда, в сторону складов Донбасса. Ну, не знаю, случится это с ним или не случится, но судя по судьбе Азата-солдата Барданова, вполне даже возможно. Радив Фаритович, выслушав сумбурный доклад Абдрахманова, горячо поддержал родственника в битве за желтый металл и пообещал чуть что сразу же жаловаться в полицию, если что там найдется, какое безобразие или беззаконие. Ну, в общем, будем наблюдать. Суть по всему, что Абдрахманов, что Барданов, это суть одно и то же, там, с разными нюансами и шириной лица, но при этом, как бы, наверное, результат-то будет тем же самым. То есть, вот это вот буйное регулирование дьявольского желтого металла, как правило, до добра не доводит. На этом вступительная часть оперативного совещания закончилась, но я отмечу, что Хабиров тщательно умолчал об одном значимом событии, которое с ним приключилось на минувшей неделе. Вообще, он так подробно всегда останавливается на всяких там выставках, событиях и прочих, и прочих. В этот раз умолчал. Дело в том, что премьер-министр Российской Федерации в конце прошлой недели посетил стенд Республики Башкортостан на ВДНХ в Москве. Но вот умолчал об этом событии, Радий Фаридович, по той самой причине, что самого Хабирова к этому визиту не допустили. Вот еще один знаковый момент. То есть, ну это вообще достаточно странно, когда премьер-министр страны посещает подобные экспозиции, естественно, там должен присутствовать губернатор, который лично его там вводит, показывает, объясняет. Так вот, Хабирова на эту встречу не пустили. Прям технически не пустили. Согласитесь, примечательный момент. А вот куда еще Хабирова не пустили в конце прошлой недели, я вам расскажу в ближайшую субботу. Будет подробный об этом разговор. Это очень-очень важный, очень интересный момент. Это очередное звено в цепи той изоляции, которая, судя по всему, происходит с нашим губернатором со стороны федеральных властей. Продолжение следует...